В эфире итоговая программа Вести Хакасия событий недели в студии Максим Соболев. Здравствуйте. Мы собрали самой важной информацией за минувшую неделю и вот чем запомнилась семидневка в материалах наших корреспондентов. Подтянуться, выправиться. Да, сложно, очень сложно, я вижу, но все реально. Не без проблем, но Хакасия идет к намеченной цели – сдать дома для погорельцев до первого сентября. Руки совсем не опускают, они скажут, что ничего не делают. Работы они проводят. Если на мае собираемость не будет платья 90%, то за июнь же 86% и прогноз то, что она будет падать. С приближением зимы растет и число проблемных точек. К традиционно замерзающему Сорску могут присоединиться Абаза и Подсинее. Сегодня в большинстве российских городов есть улица имени Лизы Чайкиной, не исключение и Абакан. В 52-м году вот этой улице в районе МПС было присвоено ее имя. Гатерка Хакасия продолжает проект улицы Героев. На минувшей неделе глава республики Виктор Зимин с рабочей поездкой побывал в Ширинском и Багратском районах. В селах Знаменка и Шира он посетил строящиеся дома для погорельцев. Сегодня главный вопрос – успеют ли сдать объекты в срок. Строители сегодня идут по графику в некоторых местах с небольшим отставанием. Почему – разбирался Виктор Буров. Накануне 12 апреля супруги Сергей и Елена Трач отметили 30-летие свадьбы. Подводя итоги, рассуждали – годы совместной жизни прошли не зря. Воспитали троих дочерей, построили большой дом, но огонь уничтожил жилье. Прошло 3,5 месяца и в новом доме строители уже заканчивают внутреннюю отделку. «Сами и работники заинтересованы, и руководящие должности тоже. Хотят, чтобы людям было хорошо, уютно, добротно. Нам, конечно, было очень тяжело терять то прежнее, что у нас было. У нас уже две внучки. Мы так уже планируем, что приедут, будут играть». Ждёт новоселье и отец семерых детей Валерий Вольф. Самому младшему всего 6 месяцев. Сейчас большой семьёй уйтятся у родственников. А у нового дома пока есть только каркас в 72 квадратных метра. По указу президента, строители начинают пристраивать ещё 90 квадратов. «Четыре спальни, получается, в половине». «Четыре спальни, зал, да?» «Зал будет здесь, в этой половине». Глава района отчитывается. Первые 10 домов сдадут уже на днях. В них осталась внутренняя отделка. Всего же нужно построить 24 дома. «Сложности, конечно, есть на этой улице, на набережной. И тогда, думаю, будет сложности на улице Нагорная по подключению домов к водоснабжению. Потому что грунт скалистый. Значит, договорились сейчас с дорожниками. Они сейчас работу свою выполнили, значит, на республиканской дороге. И предоставят нам экскаватор помощнее, чтобы можно было подключить дома к водоснабжению». Параллельно Виктор Зимин интересуется, как идёт стройка в деревне Бейбулук. Там тот же подрядчик, что и здесь. «Мы ставили задачу построить баньку. Баню бабушку. Бобляди Александровна. Сейчас работы ведутся, и сдавать её будут в субботу». Самая масштабная стройплощадка – «Шира». В последний раз Виктор Зимин был здесь вместе с полпредом Николаем Рогожкиным. Стройка здесь практически на завершающем этапе. Но проблемы всё-таки есть. «По большому счёту, срыв графика поставки материалов привёл к тому, что мы уже остаём на один день от графика производства работы. Соответственно, под сомнение уже ставится срок сдачи домов». Этот сбой должен устранить Минстрой Республики. Напоследок глава Хакасии посетил село Целинное. «Тянуться, выправиться. Да, сложно. Очень сложно. Я же вижу всё. Но всё реально. Всё реально. Цифры реально. И сроки, вернее, реально. Ну, сложно». Здесь большая стройка началась позже всех в республике. Но отставания наверстали. 11 домов возведены под крышем. Виктор Буро, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. А вот нового детского сада в Ширинском районе уже дождались. В селе Целинное сдали дошкольное учреждение «Колосок». На открытие пригласили и главу Хакасии. Новоселье позволило ликвидировать очерёдность и обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования в селе. Строительство дошкольного учреждения началось в 2012 году. Более 106 миллионов рублей были выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Здание детского сада и оборудование игровых площадок отвечает всем современным санитарным и пожарным требованиям. Есть отдельно расположенные игровые и спальные комнаты, музыкальные и спортивные залы, медицинский кабинет и сенсорная комната. «Колосок» будет посещать 131 ребёнок. Хакасия готовится к отопительному сезону. В правительстве прошло совещание с участием всех районов и городов республики. Не вызывает опасения подготовка котельных и теплотрасс в крупных городах. Но есть и проблемные населённые пункты, где на конец июля выполнено не более 12% от необходимых ремонтных работ. Олеся Калиниченко подробнее. В этом году Хакасия готовится к отопительному сезону в непростых условиях. Большая часть сил и средств брошена на восстановление республики после пожаров. Ремонт теплотрасс и котельного оборудования в некоторых районах существенно отстаёт от графика. И дело не только в нехватке денежных средств. В этом сезоне дефицит рабочих рук. Проводятся аукционы, а на эти аукционы подрядчики не выходят. На тепловые сети не выходят, на ремонт котельного оборудования. Обычно у нас те же самые бригады занимались и водопроводами, и тепловыми сетями. Сейчас в оперативном порядке будем всё-таки привлекать подрядчиков, договариваться, чтобы выходили. И теплотрассы были подготовлены именно в срок начала отопительного периода. Ещё одна проблема – это долги за электроэнергию. Не платят не только бюджетные учреждения, но и предприятия отрасли ЖКХ. Энергетики вынуждены отключать неплательщиков, в том числе и котельные. А это тормозит ремонтные работы. Отсутствует электроэнергия в связи с неплатежами на части объектов. Это и Усебаканский район, и та же котельная ГПТУ в городе Чемногорск, и в посёлке Бея. Я понимаю, что и по другим муниципальным образованиям. Я считаю, что необходимо усилить работы по неплатежам, чтобы вопросы с энергетиками решить, и чтобы электроэнергия была подана на объекты для подготовки к ОЗП. Список проблемных территорий в этом году грозит пополниться. К традиционно замерзающему Сорску могут присоединиться Абаза и Подсиняя. Из-за банкротства птицефабрики, которой принадлежала местная котельная, ремонтные работы здесь ещё не начинались. Их попросту некому финансировать. Республика готова выделить деньги, но только после того, как объект передадут в муниципальную собственность. А на это нужно время. В Абазе схожая ситуация. Градообразующее предприятие «Абаканский рудник» остановило работу. Что будет с Абаза «Энерго» основного поставщика тепла и воды, неизвестно. Руки совсем не опускают, они скажут, что ничего не делают. Работы они проводят, но не имея, естественно, запасов на ремонт, в общем, производится латание дыр. И, конечно, вызывает ещё тревогу, что в связи с остановкой рудника на сегодняшний день население не получает больше месяца, люди не получают денег. И начинается свяжение проплаты. То есть, если на май собираемость у них была 90%, то за июнь же 86% и прогноз то, что она будет падать. В правительстве республики обещали ситуацию в Абазе держать на контроле. Ситуация непростая в связи с тем, что труда у нас на банкротстве. Мы должны чётко понять, как эта компания будет проходить отопительный период. То есть, разберёмся, посмотрим. Если мы поймём, что у нас тревога, что вдруг компания может провести Абаза энергоподобным образом, что по какой-то причине там будут сбои с поставками угля, будут приниматься именно отдельные решения по финансированию. До начала отопительного сезона осталось примерно полтора месяца. В северных районах котельные должны заработать уже в начале сентября. Чтобы успеть подготовиться к зиме, властям нужно очень постараться. Олеся Калиниченко, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия. Кто сейчас не думает о зиме, так это туристы. В Хакасии самый разгар купального сезона. Впрочем, несмотря на довольно жаркую погоду, на озёрах как никогда мало отдыхающих. Предприниматели терпят убытки, а местные жители гадают, что же отпугнуло гостей. Репортаж Елены Крыловой. Самый центр курортного посёлка Жемчужный. По местным меркам такая картина просто аномалия. В разгар сезона настоящий провал. Андрей Дедук здесь, можно сказать, старожил. Торгует в курортном посёлке уже два десятка лет. Такого тихого сезона и не припомнит отдыхающих меньше в два раза. Да и те, кто приехал, держатся скромнее. Он был, как скажу, один только жирный день. Как говорят, никто ничего не покупает. Просто смотрит, даже спрашивает, сколько стоит. Ещё недавно за эти торговые места шла настоящая война конкурентов. Сегодня один за другим торговцы сворачивают палатки и уезжают. В этом году в Жемчужном то, что можно назвать сезоном, длилось несколько дней. С начала июля числа до 20-го. Когда, как обычно, с середины июня до первых дней августа здесь не протолкнуться. Жильё в аренду на въездах в посёлок вывески одна за другой. То, что в это время в центре и у озера так просто можно снять домик, да ещё и за 400 рублей в сутки ненормально. Здравствуйте, это база отдыха? Да, здравствуйте. А скажите, у вас вообще это большая база? Ну, как вам объяснить? Ну, нормально, маленькая, двухэтажный коттедж идёт на улице, на территории банька имеется, две веранды, можно сказать. А народу она вся забитая? Нет, у нас тут пока пусто. И мы вынуждены в этом году снижать цены даже на жильё. И отсюда центр снижает цены окраины, естественно, и колодезный посёлок. Курортный посёлок знаменит своими клубами для молодёжи. Но некоторым из них за отсутствием посетителей пришлось ограничить время работы до часа ночи. Это летом в курортном посёлке. А многим из них днём и вовсе выгоднее оставаться закрытыми. Управляющий кафе подсчитывает убытки. И если в прошлом году в это время здесь разносить заказы не успевали официанты, сегодня ещё ни одного клиента. Даже держать персонал нет нужды. Сейчас выручки, можно сказать, вообще никакой. Вообще никакой. Ну, только на оплату налогов. Предприниматели уверены, во всём виноват кризис. Многие отказались от поездки. Вторую причину местные жители видят в апрельских пожарах. В «Жемчужные» отдыхать едут со всей России. Услышав новость о пожаре в Шира, многие подумали, что и баз отдыха уже нет. Пляжи опустили. Для немногих отдыхающих – идеальные условия. Да, отлично. То есть, мы приехали на сопуск. Наоборот, народу поменьше. Поэтому поприятнее находиться. Ещё впереди весь август, и только с ним теперь связывают надежды курортные работники. Ещё всё впереди. Ещё сезон не закончился. Посмотрим. Просто в этом году я раньше приехал, в том году попозже немножко. Я здесь дней 10 всего. Поэтому ещё всё впереди. Обычно сезон здесь закрывается 18 августа. Однако компенсирует потери. Всем август вряд ли почему-то ехать. Отдыхать на Ширинские озёра принято именно в июле. Хотя местные жители говорят, самое приятное время здесь – именно конец лета. Елена Крылова, Дмитрий Кузнецов. Вести. Хакасия. События недели. Сюрприз и не очень приятный на этой неделе преподнесли владельцам жилья. В жилищном кодексе очередные изменения. Теперь у собственников есть возможность сделать платёжную цепочку короче. Они будут сами решать, как им рассчитываться за коммунальные услуги. Напрямую поставщикам тепла и воды, либо по прежней схеме через управляющие компании. С одной стороны, исключение посредника – гарантия того, что все деньги напрямую уйдут ресурсоснабжающим предприятиям. Но с другой – жильцы берут на себя обязательство в полном объёме возмещать все общедомовые расходы. Кстати, по такой схеме рассчитываются черногорцы. Порой общедомовые расходы выливаются в тысячи рублей. Те, кто платит управляющим компаниям в более выигрышном положении. ОДН начисляется по нормативу, и суммы исчисляются сотнями рублей. Короткая система оплаты удобна управляющим компаниям и ресурсоснабжающим. Все проблемы ОДН, по большому счёту, взваливаются на население. Вот когда исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация, общедомовые расходы распределяются собственникам пропорционально площади их квартир в общем размере. Как разница суммы индивидуальных приборов учёта, показаний индивидуальных приборов учёта и показаний общедомового прибора учёта. Вся разница ложится на плечи собственников многоквартирных домов при непосредственном способе управления. Вы смотрите Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Сегодня довольно часто возникает ситуация, когда управляющая компания собирает с жильцов деньги, а ресурсоснабжающая компания их не переводит. Предусмотрено ли наказание за это? И как вообще сейчас происходит система расчёта потребителей за ресурсы? Моя коллега Наталья Чудина узнала у Максима Виноградова, руководителя Государственной жилищной инспекции Республики Хакасия. Далее в нашей рубрике интервью. Здравствуйте, Максим Васильевич. Расскажите, у нас вот недавно произошли изменения в жилищном законодательстве. Расскажите о них, пожалуйста. Да, действительно. В жилищный кодекс 176-м федеральным законом от 29 июня 2015 года внесены ряд изменений. Касаются они различных вопросов, но в основном вопросов проведения общих собраний, голосования и инициирования. То есть такие. Ну сейчас очень много говорят о том и собираются принимать законодательство, чтобы люди платили за ресурсы непосредственно в ресурсоснабжающие организации. Вот скажите, сейчас у нас как происходит система расчёта потребителей за ресурсы и какую роль здесь играют управляющие компании на сегодня? У людей есть право. Часть 7 ст. 155 говорит о том, что собственники помещений многоквартирных домов уплачивают жилищные и коммунальные услуги в управляющую компанию. То есть они имеют право платить в управляющую компанию коммунальные услуги. А часть 7.1 ст. 155 говорит о том, что у собственников есть право принять решение уплачивать коммунальные услуги напрямую в ресурсоснабжающие организации. То есть у собственников есть два права. То есть они его должны выбрать. Я считаю, что мы должны выбрать такое, которое, наверное, выгодно себе, самим людям. Как платить выгоднее, как платить дешевле, как платить меньше. Ресурсы потребителям фактически не поставляются. То есть ресурс поставляется ресурсоснабжающей организацией управляющей компанией. А управляющая компания уже предоставляет нам, потребителям, коммунальные услуги, за которые мы с ними рассчитываемся. Ну, сейчас очень часто возникает ситуация, когда управляющая компания собирает деньги за ресурсы, за то же тепло, да, собственников. А потом вот оказывается, что до ресурсоснабжающей компании они не доходят эти деньги. Мы знаем примеры, когда собираемость по каким-то платежам до 90% доходит у одной управляющей компании, а лишь 30% доходит до ресурсоснабжающей компании. Вообще какое-то наказание за это для управляющей компании предусмотрено? Вообще в соответствии с действующим гражданским законодательством взаимоотношения между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией они лежат в рамках хозяйствующих субъектов, в рамках договорных отношений. При поступлении платы от потребителей за коммунальные услуги плата за ресурс управляющей компании перечисляется в ресурсоснабжающую организацию в течение одного календарного дня. Поэтому если это не происходит, у ресурсоснабжающей организации есть право обратиться в суд за взысканием соответствующих долгов с управляющей компанией. У нас сейчас энергетики говорят о том, что отопительный сезон в республике может оказаться на грани срыва, котельные отключены от электричества именно за долги. Вот как здесь у нас защищены потребители, которые с одной стороны платят деньги, а с другой стороны могут оказаться просто без тепла. Управляющие компании обязаны перечислять. Если они это нарушают, значит к ним приводятся санкции в судебном порядке. Во-вторых, потребители в соответствии со 124-м постановлением правительства Российской Федерации от 14 февраля 2014 года установлено, что между поставщиком коммунального ресурса, то есть ресурсоснабжающей организации, между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией. В договоре могут быть предусмотрены санкции о приостановлении ресурса, уменьшении ресурса, в случае неоплаты могут быть. Но в этом 124-м постановлении правительства Российской Федерации черным по белому прописано, что в этих же договорах должны быть исключены ограничения для потребителей коммунальных услуг, исправно оплачивающих за них управляющей компанией. То есть потребители коммунальных услуг, то есть мы с вами, собственники помещения многоквартирных домов, ни в коем случае без ресурса холодной воды, горячей воды, теплоснабжения, электроснабжения, остаться не можем за долги управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. Такого быть не... То есть тепло мы получим в сурок, вода у нас всегда будет, несмотря на то, что кто-то должен кому-то. Абсолютно верно. Если потребитель, сам собственник помещения многоквартирных домов не должен за эти ресурсы, никто ему не приостановит и не ограничит потребление этих ресурсов. Все, спасибо большое. Агитатор, партизанка, разведчица. Про Лизу Чайкину в Советском Союзе знал каждый. Память о герое Великой Отечественной войны до сих пор хранят не только на ее родине. В Хакасии есть улица, которая названа в ее честь. ГТРК «Хакасия» продолжает проект «Улицы героев». Эту книгу сегодня достали из хранилища Национальной библиотеки имени Доможакова впервые за последние несколько лет. Ей 65 лет, она зачитана до дыр здесь в единственном экземпляре. Ее вряд ли купишь в магазине, все потому что попросту ее не издают. Между тем, это чуть ли не единственное произведение, посвященное памяти героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Лицо этой девушки было знакомо, пожалуй, каждому советскому гражданину. Знаменитая Чайка, агитатор, партизанка, разведчица. Она погибла в немецком плену, так и не выдав тайны врагам. Лиза Чайкина родилась в Тверской губернии, в 41-м возглавляла партизанский отряд. В истребительный батальон Лизы входило 70 бойцов. Она сама участвовала в боевых операциях, владела винтовкой и пулеметом. Была разведчицей, собирала важную информацию. Но главной задачей Чайки была агитация. Она побывала в каждой захваченной немцами деревне, раздавала листовки, убеждала людей в том, что победа будет нашей. Ее знали все, и на несколько тысяч человек нашлось три предателя. На хуторе Красное Покатище Чайку взяли в плен фашисты. Лизу пытали, но она не сдалась. 22 ноября в 41-м Чайку расстреляли. Ей было 23 года. Сегодня в большинстве российских городов есть улица имени Лизы Чайкиной, не исключение и Абакан. В 52-м году вот этой улице в районе МПС было присвоено ее имя. Звание героя Лизы Чайкина получила посмертно в 42-м году, сразу после освобождения родного поселка Пена, где она сейчас и похоронена. В разных городах России встречаются памятники Лизе. Например, один из самых выразительных в Омске. В Абакане только одна улица, но этого достаточно, чтобы помнить последние слова партизанки перед расстрелом. Наши придут, победа будет за нами. Елена Крылова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия. Новый главный прокурор Хакасии, возможно, станет самым молодым прокурором в истории республики. 43-летний Денис Попов, Государственный советик юстиции третьего класса. Впрочем, чтобы он вступил в должность, его кандидатуру должны утвердить республиканские депутаты и глава Хакасии. Для этого 19 августа специально будет созвана внеочередная сессия парламента. Подробнее об этом и других событиях парламентской недели Константин Кравцов в нашей рубрике «Парламентские вести». Тема восстановления республиканских сел после весенних пожаров остается одной из самых важных. И несмотря на то, что сегодня депутатский корпус Верховного совета вышел на каникулы, работа с населением ведется непрерывно. На собрании президиума Владимир Штыгашев уделил этому внимание. Спикер отметил, что без крыши над головой не оставят никого из погорельцев. Более того, республиканские власти еще весной приняли решение обеспечить каждый дом коммуникациями, даже если там ее не было. Конечно, задача сложная, но выполнимая, уверен Владимир Штыгашев. Мы же сейчас взяли на себя еще повышенное обязательство – создать благоустроенное жилье. Не просто печное отопление, отдельно стоящий туалет за огородом или еще где-нибудь, благоустройство, все это. А сейчас мы решили все сделать. А для этого необходима проектно-смертная документация на все, на водопроводы, на канализацию. Ну а самое главное – реализовать эти объекты. Не так просто провести 2 километра водопроводных сетей на глубине 2 метра – это большое дело. Что касается заседания самого президиума, в один миг все приобрело необычный поворот. Здесь стало известно, что на должность прокурора республики Москвой номинирован 43-летний Денис Попов, заместитель прокурора Тульской области. Однако, чтобы он приступил к работе, необходимо одобрение главы Хакасии и депутатов Верховного Совета. Произойти это должно не позже 30-дневного срока, поэтому на 19 августа назначена внеочередная сессия парламента, что, кстати, происходит очень редко. Вероятно, что помимо этого вопроса мы еще будем рассмотреть ряд вопросов, которые в высокой степени готовности. Но что касается кандидатуры, мы предполагаем, что Попов Денис Геннадьевич появится у нас до сессии. Вероятнее всего, это будет 18 августа. Будут работать все комитеты и комиссии, и фракции, и пройдет процедура согласования, собеседования с этой кандидатурой. Депутаты должны определиться, задать вопросы, получить на них ответы. Что касается других тем на заседании, в республиканский закон об охране окружающей среды будут внесены изменения. Необходимость корректировки регионального закона обусловлена изменениями в федеральном законодательстве. Документам предлагается определить четыре категории объектов хозяйственной деятельности, исходя из степени вредности. Объекты, оказывающие значительно негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий. Умеренное, незначительное и минимальное негативное воздействие. Документом законодательного регулирования проекта закона республики Кокасия, о внесении изменений в закон республики Кокасия об охране окружающей среды являются отношения в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, сохранение биологического разнообразия с учетом географических, природных особенностей, социально-экономических, национальных особенностей на территории республики Кокасия. Кроме того, законом предусмотрено введение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору, а также создание общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды. Вот сегодня вводится вот этим законом реестр всех хозяйствующих субъектов, где будет по категориям и степени его влияние четко разнесено, к чему он относится и будет вестись общий реестр хозяйствующих субъектов с точки зрения влияния негативного на окружающую среду. Проще говоря, как всегда, много нянек и дитя без глаза, а сегодня эта ситуация несколько упорядочивается. Стоит отметить, что государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, будет осуществляться в форме государственного реестра. Документ, в котором содержится полная информация об объекте, данные об объеме выбросов, загрязняющих веществ, а размещение отходов производства и потребления будет открыт для ознакомления в широком доступе, за исключением информации, составляющей государственную или коммерческую тайну. Равняемся на Сочи. В лагере «Баланкуль» открылись третьи Малые Олимпийские игры. На этот сезон приехали ребята из Томска, Кемерово, Новокузнецка, а также именитые спортсмены Республики Хакасия. Рэкби-сила! Рэкби-сила! Победи мы всех красиво! На этой неделе дан старт новому сезону в спортивном лагере «Баланкуль». Здесь отдыхают и тренируются более 350 детей. Неудивительно, что «Баланкуль» стал их излюбленным местом. Здесь очень красивая природа и свежий воздух. А удаленность от города позволяет им полностью отдохнуть и зарядиться энергией перед новым спортивным сезоном. Что здесь проходят отдых, оздоровление и тренировки все ведущие спортсмены нашей республики. Вот на втором сезоне было более 400 человек. Там были мастера спорта международного класса, несколько человек. Члены сборной команды России. Они все здесь тренировались. И им нравится сюда приезжать. История лагеря начинается еще с довоенных времен. Раньше здесь была база для реабилитации военных летчиков. А середины 50-х годов появился пенерский лагерь. Сегодня он в числе лучших спортивных баз в Сибири, где работают лучшие тренеры республики, которые сами еще детьми приезжали отдыхать в «Баланкуль». Наверное, всегда воспоминания, когда заканчивается сезон, конечно, это прощальный костер. Когда мы еще в детстве, когда у нас на полднике давали конфетки, мы собирали фантики. И в последний костер мы сжигали эти все фантики, и они летели красиво горячее вверх. Если раньше дети жили в палатках и мылись в холодной воде, то сейчас в лагере созданы все условия для комфортного отдыха. Полноценное пятиразовое питание, душевые кабины, отапливаемые корпуса, а также хорошее спортивное оборудование. Легкоатлетка Анастасия Зоева, многократный призер первенства России, в лагере уже 12-й год, и она уверена, лучшего места для подготовки к сезону не найти. В 2003 году здесь было не все так благоустроено для спортсменов. Я думала, что я больше сюда не вернусь, но лагерь совершенствуется, с каждым годом здесь становятся условия все лучше для подготовки и для проживания. Кроме ежедневных тренировок, ребята соревнуются в футболе, волейболе и других командных видах спорта. В лагере отдыхают спортсмены из разных регионов Сибири в возрасте от 6 до 17 лет. Свободного времени, говорят, почти нет. Но, несмотря на такой плотный график, об отдыхе все отзываются только с воодушевлением. Мне очень нравится лагерь, потому что здесь взять японку, все тренироваться легче и атмосфера хорошая. Условия хорошие, кормят хорошо, ну, так нравится, ну, весело. Завершится третья летняя смена 16 августа, и главным ее итогом будет не количество побед в локальных соревнованиях, а здоровые, хорошо отдохнувшие дети, готовые покорять новые спортивные высоты. Это была программа «Вести Хакасия. События недели» с обзором самых заметных событий минувшей 7 дней. Благодарю за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин